Приветствую вас на канале со вкусом Бурмикс. Друзья, сегодня будем готовить папоротник. Не всем он нравится, а все потому что кто-то не умеет его готовить. Я сегодня покажу самый лучший рецепт приготовления папоротника. Готовится просто, но это очень и очень вкусно. Давайте приготовим. Я буду использовать соленый папоротник, а значит нужно избавиться от лишней соли. Для этого с вечера я тщательно промываю папоротник в проточной воде, набираю воду в большую кастрюлю и оставляю в воде папоротник до утра. Идеально, конечно, почаще менять воду, а на утро сливаем воду. Еще раз тщательно промываем папоротник под проточной водой и оставляем в душлаке, чтобы лишняя влага стекла. Пока это происходит, нарезаем лук кубиком, морковку брусочками примерно длиной 3 сантиметра, чеснок мелко-мелко режем и и переходим к плите. В глубокой сковороде или в оке растапливаем сливочное масло, добавляем лучок, слегка его обжариваем, добавляем чеснок, затем добавляем морковку, обжариваем примерно полторы-две минуты и пока он обжаривается, нарезаем папоротник длиной примерно 2 сантиметра. Отправляем папоротник в оке. и обжариваем его минут 5. Затем добавляем соль, пол ложечки кориандра. Накрываем крышкой и время от времени помешивая, жарим папоротник примерно 15-20 минут. Пока папоротник обжаривается, подготовим сметану. 300 грамм сметаны перекладываю в чашку, добавляю 20 грамм муки, тщательно всё это дело перемешиваем. И уже в готовый папоротник добавляем эту сметанно-мучную смесь. Когда папоротник потушится в сметане 2-3 минуты, попробуйте на вкус. Если не хватает соли, подсолите. Добавьте свои любимые приправы. Я добавляю чёрный перец. Ну и в самом конце очень хорошо добавлю свежий укроп. У меня, к сожалению, сегодня сушёный. Но тоже будет неплохо. Папоротник в сметане я тушил буквально 5 минут. Он уже готов и его можно подавать к столу. Но я пойду немного дальше. Натру на средней тёрке сыр. Раскладываем папоротник порционно в чашке и теперь два варианта. Можно сразу положить сюда сыр, перемешать и подавать. А мне больше нравится посыпать сыром сверху и отправить в духовку под гриль, чтобы получилась сырная шапочка. И поверьте мне, с сырной шапочкой это очень вкусно! Ну, а что нам скажет наш специалист по папоротнику Дина? Вообще-то я папоротник не люблю, но этот мне понравился. Напомнив немножечко грибной жюльен, только более мясистый что ли. Очень уместен там сыр, и я полагаю, что от его вкуса зависит очень многое. В этот раз Миша сыром не прогадал, он прям идеально зашел в это блюдо. Ну и, мне кажется, обеспечил 50 процентов успеха. Одним словом рекомендую, друзья, готовьте! На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны и делитесь нашим рецептом, если он вам понравился. А я с вами прощаюсь пока. До новых вкусных рецептов! Пока! До новых встреч! Бурмикс 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 Продолжение следует...